Приглашаю вас в Данию, в город Одденсе на острове Фюнн, город, в котором поселилась сказка. Много лет назад, в 1805 году, здесь, в семье бедного сапожника и прачки, родился будущий сказочник Ганс Кристиан Андерсон. Во всем мире знают героев сказок Андерсона, которые учили и продолжают учить детей и взрослых добру, сочувствию, верности, смелости. Именно в Одденсе открыт первый музей Андерсона. Дом, в котором, предположительно, родился Ганс Кристиан, воссоздан с максимальной точностью. Полностью обновлен квартал вокруг дома, обновлена брусчатка. К домику Андерсона примыкает современное здание из стекла и бетона, символизирующее открытую и ранимую душу писателя. Это здание так искусно вписано в ландшафт, что со стороны уютной улочки его не заметишь. Заступая порог музея, попадаешь в удивительный мир. Здесь можно проследить весь жизненный путь сказочника, его трудное детство, обучение, актерское творчество, увлечение. Кстати, одним из увлечений Андерсона было вырезание фигурок из бумаги. Цветы, снежинки, ангелы, балерины, клоуны, библейские сюжеты. Известные нам как Ватенанки. Это современнейший музей с аудиогидами на разных языках, с компьютерной визуализацией. Собрана уникальная коллекция произведений Андерсона на разных языках. Современный музей плавно переходит в старинный дом маленького Ганса. Мебель, утварь, даже инструменты отца, сапожника передают особенности быта. В те времена жилище бедняков было куда более скромным. С земляным полом, с некрашенными потолками, а чаще даже с протекающей крышей. Благодаря музею попробуешь понять мир Ганса-христиана Андерсона. Давайте вспомним некоторые знаменитые сказки Андерсона. Девочка была маленькая-маленькая, не больше дюйма, поэтому ее и назвали дюймочка. Ах, какая хорошенькая! Кто ты? Ой! Ой! Это я! Это я! Это я! Это я! Там стоит ледяной дворец. В этом дворце живет сама снежная королева. Она вся изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и, однако, живая. Глаза ее сияют, как звезды, но нет в них тепла. Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были сыновьями одной матери, старой оловянной ложки, и, значит, приходились друг другу родными братьями. Долго бродил бедный утенок в поисках убежища. Он никак не мог понять, почему обитателям птичьего двора он казался безобразным, почему все смеялись над ним и гнали его. А в мультфильме «Холодное сердце», который основан на сказке «Снежная королева», в честь Ханса Христиана Андерсона названы три героя – Ханс, Христоф и Анна. Читайте и перечитывайте сказки Андерсона. На страницах его книг происходит настоящее волшебство.